Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас очередное видео мукпанки. У меня, блин, садится зарядка. Последние два дня максимально неудачные. Я забыла, не знаю, свою кофточку, я забыла свой блеск для губ. У меня очень сильно сохнут губы. В общем, все теряю. А еще едет трактор, и соседка собирает одежду. И постельное белье тоже. Сегодня у нас долма. Из листьев винограда немножко подгорело, но это мой косяк. Какой у нас вид! Самое главное это вид. Ужасный интернет. Материалы вообще море. Ну как загрузить? Мало того, что мне приходится с ноутбуком в прямом смысле сидеть под забором, так еще мне приходится там сидеть 4 часа, чтобы загрузить одно белье. Я, наверное, теперь буду ставить на ночь. Чтобы на канале хотя бы каждый день было одно видео. Либо просто придется вернуться назад. Ну, блин, здесь так кайфово. Мне надоело. Это уже городская суета. И в прошлом году летом я не смогла приехать. Из-за коронавируса, всех этих ограничений. Здесь вроде болеющих очень мало. Возможно, просто люди думают, что это грипп. Не идут, не сдают анализы. И сидят себе счастливые. Сыр какой! У соседки купили. Видео-чекеры! Видео-чекеры! Багдау-труб-чекеры! Это вдруг детства. Проблема в том, что наш дом находится рядом со школой. Это еще полбеды. У нас с этой стороны есть соседи, а с другой стороны нет. Там просто дорога. Деревья с той стороны они не настолько пышные, как с этой стороны. Поэтому все, кто ездит с этой стороны, со стороны супермаркета, они меня прекрасно видят. Что я сижу и снимаю для вас мукбанг. Я как приехала сюда. Вот вы знаете, мне резко захотелось просто под деревом покушать роллы. Но, к сожалению, их здесь нигде не закажешь. вы знаете, в деревне все подросли, и когда я была подростком, мы выходили на улицу и играли. Сейчас как бы у всех своя семья, все взрослые люди. И уже как-то по-другому. Появились другие дети, нас заменили. И уже все не настолько родное, как было раньше. Но все равно очень приятно здесь находиться. Ужасно острая. Что понять не могу. Видимо, корейская морковка такая острая. поют птички. Корова как мун утром. Как же вкусно. Мама с бабушкой приехали сюда за три часа. Даже за два с половиной часа, прикиньте. А мы за четыре с половиной. Ту же самую дорогу. Просто мы поехали в соседнее село, потом я сюда вернулась. А они напрямую сюда. И надо мной все такие подшучивают. Айка, камеру купить ты можешь? Телефон себе дорогой купить можешь? Чё, права ты не купишь? Но я не хочу, ребят. Я хочу научиться. потому что это большая ответственность. Купила я права. Не дай бог. Сбила кого-то. Я никогда в жизни себе не смогу это простить. Пусть я сдам с тридцатого раза. Но я прям решила, что я сама сдам и научусь. Кто-то говорит, вот, у меня времени нету на это. Но, блин, потом тебе ездить. Ты не будешь знать правила дорожного движения. Ты постоянно будешь получать штрафы. Вот зачем оно? По мне, очень важно именно уметь водить и знать правила дорожного движения. Но я одно время собиралась-собиралась. Потом что-то это коронавирус, пандемия. Все закрылось. Компот, кстати, тоже деревенский. В прошлом году из своих вишен мы его готовили. не мы, мама. В общем, поехали мы в деревню. Я поняла, насколько важно иметь машину. например, у дворного брата есть машина. Но так как у нас границы закрыты здесь в России, его машина уже, наверное, где-то год стоит на на стоянке. на стоянке. И он не может на ней ездить. Просто потому, что граница закрыта. раньше он всегда ездил с российскими номерами и никаких проблем в этом не было. Но сейчас в связи с сложившейся ситуацией он не может пройти границу. То есть, раньше как он делал? Три месяца ездил, один раз ехал на границу, возвращался, потом опять три месяца ездил на этой машине. когда уже все откроют. Поэтому он взял машину в аренду. Я не знала, что брать машину в аренду настолько дорого. Намного дороже, чем взять, например, квартиру в аренду. Извиняюсь, этот трактор едет. Намного бюджетнее можно было поехать на такси. Но на такси неудобно. Это еще из тебя попадется хороший таксист. а то какой-то хам. Ты, например, захотел, в любом месте ты остановил, сделал пару фотографий. Но, в принципе, по дороге то, что фотографии я сделала, это, конечно, угар был полный. Но вы видели, наверное, в инстаграме. Трудно это назвать фотографиями. Вчера делали шашлыки с жирком. я как лисичка обходила эти шашлыки. Объелись. Сегодня маме говорю, давай тоже сделаем. Вообще здесь все сложно. Например, мясо хочешь купить, тебе надо обязательно в город. хочешь какие-то бургеры, что угодно, опять же, надо в город. Элементарно, я не могу за свои карточки деньги вытащить, наличку. У меня все всегда на карте. Это мне надо брать такси, ехать в город. была бы своя машина, села, покаталась, бы пофоткалась, тут, там. Здесь дофига ящериц, я их очень сильно боюсь, как только что-то начинает шевелиться, я сразу очкую. А еще пару раз видела здесь змеи, но сейчас говорят не сезон, так что не боимся ничего. Я вчера, кстати, во сне видела, что я под деревом типа сижу и снимаю для вас мукбанг, и тут опа, змея так падает на меня и сделает укусы, причем такая толстая змея. И типа этот момент заснялся, я вставила в начало ролик, и ролик сразу набрал миллион просмотров. Я такая типа в больнице сижу, у меня типа ядовитый укус, чуть ли не амбутирует руку, я такая ура, миллион просмотров за день. Я стала популярной. Очень тупой был сон, конечно. Сыр. Маме не понравилось, прикиньте, такой вкусный сыр, нежнятина. Мама говорит, как мочалка. Ну прикольно, мочалка, разве это плохо? Мама сразу поворачивается и говорит, ну тебе все вкусно. Ничего подобного. Не надо быть сильно капризными. Жизнь прекрасна. поворачивается. Спасибо, что заглянули на мой канал в ближайшее время, мои хорошие. Помните, я вам рассказывала историю про то, как украли тапочки? Я вам обязательно буду снимать хаус-тур. И там как раз таки покажу вам место, где запрятали наши тапочки. Я думаю, что вам будет интересно. По одной покажу комнаты, просто надо прибраться, там настолько пыльно, что это стыдно показывать. Поэтому в ближайшее время обязательно сниму, но не сейчас. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами Блайк Эмили. Всем пока.